Божья любовь, безусловно. Она не зависит от того, что делаешь ты или кто-либо из нас. Она, безусловно, он любит тебя, потому что ты его ребенок. Его любовь не имеет ничего общего с делами. Но любая религия придает значение делам или исполнению, чтобы заставить нас придерживаться определенных стандартов в зависимости от того, откуда ты родом. В католической церкви это будет один стандарт, в церкви пятидесятников другой. У всех будут свои стандарты, и некоторые из них будут гласить, что ты должен проповедовать Евангелие каждый день. В некоторых случаях тебе придется причаститься, в других заплатить десяти. Так что все они будут ставить перед собой разные задачи, но все они будут сводиться к тому, что тебе нужно это сделать. И Бог не смотрит ни на что из этого. Он видит только тебя. Он видит тебя таким, каким Он тебя создал. И Он хочет, чтобы ты видел себя именно таким. И тогда ты сможешь радоваться, понимаешь, радоваться всегда. И еще раз я говорю, радуйся, ты знаешь, что его радость пребывает в нас, так что наша радость может быть полной, даря нам жизнь с избытком. Я имею в виду, что все это подводит итог. Он хочет, чтобы мы наслаждались этой жизнью. Да, я сам находил радость в самых простых вещах. На самом деле я обнаружил, что есть простые вещи, позволяющие наслаждаться творчеством, наслаждаться каждым днем, когда не нужно ничего делать, а нужно просто быть. И я думаю, что знаешь, чем больше ты просто-напросто выходишь из этого состояния, тем больше наслаждаешься, наслаждаешься тем, что ты с Богом, и что Бог с тобой. И не ставь перед собой вопрос о том, что я должен делать сегодня, Боже. Только не спрашивай его, что я должен делать. Потому что он просто повернется и скажет, ты просто должен быть таким. И если ты можешь просто быть тем, кем я тебя создал, и тебе не нужно этого добиваться, ты просто позволишь ему воплотить это в твоей жизни, сотрудничая с ним. Да, сотрудничая, оставаясь с самим собой, ты понимаешь, что жизнь становится намного радостнее и на тебя меньше давит. И я вовсе не обязан это делать. Почему? Кто это сказал? Я обнаружил, что на самом деле это гораздо больше похоже на отдых. Это отдых от бытия, пребывание в таком месте, где знаешь ли мне не нужно пытаться что-либо делать. Мне не нужно ничего доказывать Богу. Я определенно не должен ничего доказывать другим людям. Потому что я знаю, что меня любят, он одобряет меня не за то, что я делаю, а за то, кто я есть. Я только начинаю понимать, кто я такой. Я начинаю осознавать реальность своей личности. Я открываю для себя огромное количество мыслей, которые он думает обо мне. И они сильно отличаются от тех мыслей, которые были у меня о самом себе. И ты знаешь, что любая ориентация на результативность исходит из религиозных соображений. И эти религиозные соображения проистекают из древа познания добра и зла. Да, это не древо жизни. Древо жизни, река жизни течет в изобилии, свободно без каких-либо затрат. Я уже прошел через стадию попыток выяснить, чего хочет от меня Бог. Каково мое поручение на сегодняшний день. Ты знаешь, что я должен делать, чтобы просто получать удовольствие от бытия, и работа просто текла своим чередом. Потому что по ходу дела я буду узнавать, что он для меня назначил. И мне не нужно будет придумывать это заранее. Субтитры создавал DimaTorzok